Всем привет! С вами Игорь. Сегодня я расскажу про свой опыт использования ветряка, своего ветряка в отоплении своего дома. Ну, когда я начинал этим заниматься, это альтернативой всей панели я вообще отбросил, потому что они на то время, когда я начал заниматься, это 6-7 лет назад, они были очень дорогие, поэтому это был для меня не вариант. Про тепловые насосы я вообще ничего не слышал, даже не знал, что такое есть на свете. Поэтому решил делать ветряк для отопления. Понятное дело, что ветряк для отопления должен быть не метр, и не два, и не три, и даже не пять метров в диаметре. Поэтому я его задумал изначально 9 метров, но потом я его уменьшил до 8. Но это я отдельное видео расскажу, там история моего ветряка, будет там серия видео, как я его делал, переделывал, модернизировал там не один раз и не один год. Вот. Сегодня расскажу, как я им отапливался, да, или пытался отапливаться. Вот. 8-метровый ветряк при, ну, такой расчетной скорости ветра, если брать 8 метров в секунду, но это честная такая скорость расчетная. Потому что там производители могут указывать и 10, и 11, и 12 метров в секунду, указывать в своих характеристиках на ветряке, что вот, смотрите, наш ветряк выдает столько киловатт, но, например, при 15 метров в секунду. Ну, это, я считаю, это обман. Честная скорость ветра, при которой указывается номинальная мощность ветряка, это 8-9 метров в секунду. А лучше даже просто 8. Это честно. Выше этого, это все как бы обман. Не прямой такой обман. Вот. Поэтому, я посчитал так, ну, при 8 метрах в секунду, как раз так 5 киловатт для моего дома. У меня примерно 55 квадратных метров, 55-60 там, пускай, должно хватить. Я даже покажу вам сейчас карту, не карту, а таблицу мощности, чтобы, так сказать, не быть многословным. Вот. Вот. И это все не доказывать потом в комментариях. Смотрим, да. Вот у нас ветер метров в секунду. И этот столбик диаметр колеса в метрах. Ну, вот, например, мой 8 метров. Сейчас я возьму ручку. 8 метров в диаметре. Смотрим. 8. Скорость. 5,5 киловатт. Это мощность в ваттах при Киев 0,35 и плотности воздуха 1,22. Вот. Где это? 5,5 киловатт. Ну, если вам надо больше, вы себе, там, смотрите, вот, 9-ти метровый уже будет при такой скорости 7 почти выдавать. 10-ти метровый уже при такой скорости 8,5 даже киловатт. Ну, это так кажется, понимаете. Ну, вот, так вот, начинающий ветер костроитель может подумать, о, 8 метровый 5,5 киловатт, классно, мне хватит, мне больше и не надо. Но, на самом деле, это не так. Почему не так, сейчас мы разберемся дальше. Дальше, смотрим еще одну карту, карту ветров. Вот это, наверное, самая главная характеристика или параметр, который надо знать. Это среднегодовая, это всем надо узнать, прежде чем собираетесь строить ветряк, с самого начала узнайте у себя в регионе среднегодовую скорость ветра. Это легко узнать, там, скачать на сайтах гидрометеоцентров местных. Или вот такая карта, например, для Украины. Ну, я на Украине живу, поэтому и показываю эту карту. Вот, смотрим по цветах. Вот, красный цвет, это более 5,5 метров в секунду. Коричневый, это 5, зелененький 4,5, и желтый менее 4,5. Вот, у нас менее 4,5, это полукраины. Это может быть и 3 метра в секунду, и 3,5, и 2, смотря в каких регионах, каких местностях, там, лес, какой-то там, горы мешают или еще что-то. Только Карпаты. Мы видим, что тут 5 метров в секунду есть горы. 4,5 это от, вот я где-то здесь живу, возле Чаркас. 4,5 это вот у нас восточная Украина, кусок центральной, южные областя. И только вот эти вот областя, вот это Одесса, южнее Одессы, Крым, кусок Луганской, Донецкой области и Крым, пригодные для установки ветряков. Вообще по книжке, той же советской книжке, ну из которой эта карта взята тоже, там говорится, что целесообразно в этих книжках старых советских, которые надо сначала прочитать всем ветрякостроителям начитающим, прежде чем что-то начинать строить или заготавливать металл. Надо почитать книжки, тот же Жуковский, Сабинин, Фатеев, они легкодоступны в интернете, их можно скачать и посмотреть. Вот, там же пишется, что целесообразная установка ветряков в регионах с 5 и более метров в секунду, средней годовой скорости. То есть от 5 и более, а это у нас, как мы видим, только Карпаты и вот кусочек Одесской, Крым и то не весь. И вот здесь вот, вот это вот, побережье Азовского моря. И правда, так оно и есть. Вот здесь вот, возле Мариуполя стоят промышленные мегаваттные ветряки, какие-то там немецкие. И в Крыму Советский Союз тоже ставил, там ветропарк есть. Здесь вот там 100 киловаттные ветряки, но они тогда уже были заброшены, я не знаю, что с ними сейчас. Вот, выяснили, да, какая у нас скорость ветра. Смотрим дальше табличку. Вот. Что наш ветряк нашей мощности будет выдавать при вот такой вот среднегодовой скорости ветра. Вот я сначала прочитаю, наверное, вступление к этой таблице. Еще в 1895 году Поморцев установил закономерность повторяемости ветра в зависимости от среднегодовых скоростей ветра. На основании этой закономерности составлена таблица 3. Повторяемость разных скоростей ветра в зависимости от среднегодовых скоростей. Повторяемость ветра в часах. В часах за год. Смотрим. Ветер у нас среднегодовой, например, тут плохо, что нет 4,5 метра, есть только 4,5 метра в секунду, расчетная скорость ветра 8 метров в секунду для нашего ветряка. Вот он выдает 5,5 киловатт, это у нас, как мы видим, сколько? 315 часов в год. 315 часов в год. Вот если добавить еще вот эти мощности, ну 9 метров в секунду это 152 часа, 10 это 52 часа, 11 это 26, это общие сутки просто. Короче, если добавить эти все скоростя от 8 метров, потому что нас интересует именно эта мощность, там при 7 метрах в секунду, там если посмотреть эту таблицу, там уже мощность намного меньше, это там 3 с лишним киловатта. То у меня получилось, я вот посчитал уже 22 сутка, или суток, 22 суток, вот эти вот если сложить, 315, 152, 152 и 26, 22 суток, это за год, за год. Но, отопление, ветряк для отопления целый, вот не используется, он используется только в зимний период, это 6 месяцев, но мы половину отбрасывать не будем, потому что в нашем регионе в основном ветра это осенне-зимне-весенний период, летом их маловато. Отбросим, ну, пускай отбросим сколько, с 22 суток, отбросим, ну 5 суток точно, вот у нас сока остается, это сока у нас там остается. Ну, 15 суток, пускай будет, 15 суток, это, грубо говоря, 2 недели, вы сможете отапливаться с помощью ветряка, за весь отапливаемый период, 2 недели, грубо говоря, ну, пускай там немного больше, пускай там не 2 недели, пускай чуть-чуть там больше, но 3, может быть, не получится, это без, ну, круглосуточно. Теперь смотрим 5 метров в секунду, тут уже картина намного лучше, намного, всего-то полметра в секунду добавилось, да, среди годовых, но мы видим, что 8 метров в секунду наша расчетная скорость ветра уже будет дуть не 315 часов, а 700 часов, больше, чем в 2 раза больше, даже больше, чем в 2 раза, да, 700 часов. Ну, и более высокие скорости ветра, там, 9 метров в секунду, 376 часов, 10, 183, ну, короче, если это все сложить, поделить на сутки, у меня вышло 45 суток, а, 58 суток. 58 суток, это при 5 метрах в секунду, при 5 метрах в секунду, при 5. Это те регионы, которые я показывал, Крым, Юг Украины, Одесса, вот это 5 метров в секунду средняя годовая скорость. Вышло у меня 58 суток, это за год, но если отнять летний период неотапливаемый, выходит, ну, пускай 45 суток, это в лучшем случае. 45 суток, это больше месяца, вы сможете при такой скорости ветра отапливаться ветряком, чисто ветряком. У него хватит топлива для ветряка, то есть ветра, чтобы вам выдавать такую мощность. При 4 метрах в секунду, как я уже сказал, вы сможете отапливаться где-то 15 суток, ну, 2 недели за весь год, за весь отапливаемый период. Это 8-метровым ветряком при скорости ветра 8 метров в секунду. Вот такая вот табличка, она тоже в интернете есть, вот, ее можно скачать, посмотреть, так она и называется, таблица повторяемости ветра в часах. Вот, ну, вот, исходя из всего этого, решайте сами. Вот, я вам предоставил информацию, это не то, что я думаю, это не мое мнение субъективное. Я вам показал то, что написано в литературе, который уже 30 лет, в принципе, эти расчеты актуальны, они все работают, этими расчетами пользуются и сейчас. Есть ли смысл вообще делать ветряк 8 метров в диаметре, ну, как у меня, для отопления, чтобы отапливаться, ну, пускай даже, там, 15 суток у нас вышло при 4 метра в секунду, а тут 45 суток. Ну, хай, в среднем, пускай, 4,5 метра, ну, месяц, месяц, это месяц за весь год, ну, может, немного больше месяца. Там, в принципе, что больше, больше не будет. Месяц, это у вас будет дуть круглосуточно тот ветер, при котором вы сможете отапливаться, месяц, а надо 6 месяцев отапливаться. Ну, у нас, например, 6 месяцев отопительный период, ну, я не знаю, выгодно вам это или не выгодно, но мой опыт показывает, что это совершенно не выгодно. И не то, что я против ветряков, не, я люблю ветряки, люблю смотреть, как они работают, крутятся, это такое зрелище вообще, ну, неповторимое. Ну, смотреть на тепловой насос там нечего, там все урчит, стоит там в углу, там какие-то трубочки, там циферки, панели тоже просто лежат, по них даже не видно, работают они или не работают. Ветряк очень мне нравится, как работает, все, вот, ну, вот такая вот его эффективность в качестве отопления. Поэтому, прежде чем строить ветряки, просто почитайте вот эти вот все таблицы, посмотрите, поузнавайте скорость ветра среднегодовую, оцените объективно, вот, повторяемость ветра, вот мы посчитали, да, с вами, сколько суток будет дуть ваша расчетная скорость ветра, при которой вы будете получать вот эти вот, я получал вот эти 5,5 кВт. Ну, если, это мы с теорией, так, с книжек, если свой личный опыт, вот, свои наблюдения, использование своего ветряка, да, он мне выдавал 5 кВт, выдавал, вот, но это было, опять же, как мы увидели, очень редко. На что мне ее хватало, ну, у меня бойлер стоял тогда в ванне на 300 литров, вот, когда был ветер, он его нормально нагревал, да, нормально он его нагревал, да, нормально он его нагревал за день, это если целый день был ветер, да, то я вечером с работы приходил, то бойлер на это 300 литров был нагретый. Ну, и, соответственно, нагревалась и ванная комната, где она там 2 на 3 метра, это 6 квадратных метров. Это вот все, почти все, на что способен восьмиметровый ветряк. Ну, вот, хотите, верьте, хотите, нет, ну, вот, такой вот опыт, мой личный опыт, и то же самое говорят книжки, расчеты и таблицы. Вот, единственное, что помню, там были какая-то неделя, такая, за вот эти вот 3 года использования ветряка, вот, именно в размере 8 метров, была неделя, что там он так хорошо ветер дул, почти каждый, да, каждый день даже, можно сказать, и ночью дул, что у меня так действительно почувствовалось тепло во всем доме, от ветряка, я там и тены даже подключал, ну, это, это очень редко, очень редко, ну, вот так вот оно получается. А вот, ну, вот кому-то, может быть, я разрушил мечту построить ветряка для отопления, ну, вот такой вот мой опыт и такие расчеты. Но, я бы даже не сказал, что я разрушил, разрушил чью-то мечту, потому что, скорее наоборот, мой опыт, он поможет вам не совершать вот этих вот таких кардинальных, очень дорогих ошибок, очень дорогих финансовых ошибок, а прийти к правильному, одновременно, сразу к правильному варианту, вот, вы спрашиваете, какой же правильный вариант, я вам отвечу, из той альтернативы, что у меня есть, больше всего радует меня мой тепловой насос, самодельный тепловой насос, вот, у меня есть серия видео на канале, кто не знает, может посмотреть, как его сделать, вот, поэтому для отопления лучше не надо, не надо никакие ветряки делать для отопления, какие-то солнечные панели, там, коллектора, это все, ну, может быть, оно может быть, как дополнение, там, как вспомогательное, вот, но основное, источник тепла, я считаю, самый правильный, это тепловой насос, это полноценная, полноценная замена, альтернативная замена газовому, дровяному или какому-то там еще отоплению, полноценная замена, вот, меня он очень устраивает, мой тепловой насос, вот, поэтому я вам, можно сделать такой вывод с этого видео, что делаю такой, ну, вывод, совет даю, просто перешагните, вот, эти вот все промежуточные этапы, эти ветряки для отопления, коллектора, там, панели, ну, что вы их там думаете сделать для этого, и просто сразу сделайте тепловой насос, просто сразу сделайте, вы сэкономите кучу времени, потому что вы все равно его сделаете, все равно, там, через год, через два, вы узнаете про это, дойдете до этого и поймете, что лучше, чем тепловой насос для отопления нет, но для отопления, он электрическую энергию не дает, для электрической, то уже ветряки и солнечные панели, это уже другой вопрос, и вы все равно его сделаете, но просто вы сэкономите кучу времени, года своей жизни, кучу нервов, кучу денег, и сразу придете к оптимальному варианту, альтернативного отопления, сразу к оптимальному, не через ветряки, там, или еще через какие-то, там, вот эти вот ошибки, и вам, ну, очень дорого, сразу придите, вот, сразу сделайте тепловой насос, и все, и вам не надо будет уже ветряк для отопления, и он вас полностью устроит, вот, ну, вот, как-то так я рассказал, вот, в следующих видео я расскажу, наверное, про свой ветряк, как я его строил, как я его делал, какой он был у меня, какой есть сейчас, там, ну, кто решил делать ветряк для именно электроэнергии, для зарядки аккумуляторов, там, или еще чего-то, вот, вот расскажу, какие там я крыло, все вот это вот, постараюсь детально, ну, что у меня есть там подробные видео про тепловые насосы, про панели, ну, я ими только стал заниматься недавно, вот, про ветряк у меня подробного нет такого, осветить эту всю тему, ладненько, всем до следующего видео, всем пока!